В Доме культуры села Лебедевка прошел необычный урок. На встречу со школьниками из Омска приехал герой Российской Федерации Андрей Тимошенко. Ранее он уже бывал в Барнауле, Кемеровской области и в Новосибирске. В Искитимском районе впервые. О чем говорил российский офицер с лебедевскими школьниками, расскажем далее. За спиной Андрея Тимошенко два вооруженных конфликта в Чеченской Республике и Абхазии. Звание Герой России получил 27 лет назад за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания. В январе 1995 года был назначен командиром штурмовой группы. Получил приказ штурмовать здание Совета Министров в городе Грозный, уничтожить ночной караул и захватить наиболее важные командные пункты боевиков. Группу задача выполнила без потерь. Правда, на встрече со школьниками об этом Герой России предпочел промолчать. Но рассказал историю знакомства с двумя президентами страны – Парисом Ельциным и Владимиром Путиным. У него есть своя охрана, есть ФСО, Федеральная служба охраны, второе кольцо, и третье кольцо уже у нас около 500 человек, десантников батарео-тактической группы. Мы охраняли тот периметр, который будет находиться, приедет Владимир Владимирович Путин. Задачу свою выполнили. У меня он тоже подошел и спросил, какое количество лично ставок, какой периметр по километражу, по радиусу. Все, я ему это ответил. Он сказал спасибо за работу, за службу. Уроки мужества проходят по всей стране, тем более есть повод встретиться со школьниками. 9 декабря – памятная дата, День Героев Отечества. По городам путешествуют причастные к армии и службе люди. Ездят в основном те люди, которые прошли горячие точки, которые повидали в своей жизни что-то. И, конечно, свой опыт хотим передать нашему молодому будущему поколению. В Любедевском доме культуры подобная встреча первая. На ней присутствуют местные старшеклассники. У ребят есть возможность задать любой вопрос российскому офицеру. Такая форма патриотической работы гораздо ценнее, говорят организаторы. Сейчас, как никогда, нужно, чтобы дети правильно понимали, что происходит в стране. И чтобы они понимали свою роль в этой истории. Потому что они, в принципе, будут делать эту историю страны в дальнейшем. Такая задача сегодня стоит. Послушать мнение детей и узнать, как они понимают, что такое героизм и кто такие герои. Дать им возможность высказать собственную позицию. Важно, чтобы они были услышаны. Мероприятие проводится Ассоциацией героев Новосибирского регионального отделения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова